Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Артём, Даша, у нас с вами сегодня второй игровой день. Вчера вы показали очень серьёзную борьбу, хоть был всего лишь первый день. Равный счёт у вас. Скажите, кто настроен на борьбу или кто тоже хочет сдаться прямо сейчас? Я настроена. Артём, а ты бороться за победу будешь? Хорошо! Тогда самое время начинать наш первый конкурс, ребята. Будем сегодня снова разгадывать загадки, но я решила усложнить этот конкурс и предложила вам отгадки вписывать в кроссворд. Смотрите, они уже начерчены у вас на стендах. Под единичкой вписываете первое слово «отгадку» и так далее. Ошибок допускать нельзя, а иначе не получится кроссворд. Поскольку более сложное задание, чем в предыдущий день, за правильный ответ, ребята, вы сможете заработать три фишки. И одна фишка ещё плюс четвёртая тому, кто быстрее это сделает. Подходите к своим стендам, берите в руки маркеры. Итак, первая загадка, ребят. Что за лошадь вся в полоску на дороге загорает? Люди едут и идут, а она не убегает. Что за лошадь такая загорает на дороге прям? Полоску лошадь. Всё. Итак, первая даша. Только тут Е. Я поняла, да. Всё видно. Без ошибок. И у Артёма всё без ошибок. Молодцы, ребята. Это у нас кто? Зебра. Да. Это у нас полосатая зебра. Итак, Дарья, у тебя в копилке во второй игровой день уже оказывается на первой же загадке четыре фишки. Артёма, у тебя три. Тоже практически столько же. Следующая загадка. Три разноцветных круга мигают друг за другом, светятся, моргают, людям помогают. На скорость заданий, но пишем без ошибок. Всё. Молодец. Без единой ошибочки. Только Р красивее нужно писать. Я знаю. Светофор. Хорошо. С почти как Е у Артёма. Хорошо. Очень хорошо. Дарья, снова у тебя четыре фишки. Ты быстрее справилась, Артёма. Так. И Артёму три за правильный абсолютно и грамотный ответ. Молодцы. И последняя загадка. Третья. Сам колёсами кручу. Сам по улицам качу. За виражом в вираж. А потом сразу в гараж. Что это по дороге едет? Колёсами крутит. И в гараж. Ну, мужчина здесь, конечно, не мог не разгадать первым. Это у нас машина. Абсолютно верный ответ. Кладите маркеры и присаживайтесь, пожалуйста. А мне нет. Сколько фишек? Да. Ну, четыре, конечно. Итак, раздача фишек за третью загадку. Артём, держи свои заслуженные четыре. Первый раз в этом конкурсе тебе держи. И тебе, Дашенька, три. Ребята, вы превосходно справились с первым заданием. Я очень довольна. А сейчас время встречи с нашей уже знакомой. Как зовут нашу знакомую? Тётя Оля. Тётя Оля. Абсолютно верно. Вышла уже с нами на связь? Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами уже успели познакомиться. И я очень рада новой нашей встрече. Если вы смотрели наши передачи раньше, то уже знаете, какими бывают пешеходные переходы. Но всё же я вам напомню. Они бывают наземными, надземными и подземными. Сегодня мы с вами поговорим об одном из них. Это наземный регулируемый пешеходный переход. А если говорить проще, это переход по светофору. Пешеходный светофор отличается от того, который предназначен для автомобилей. У него нет жёлтого сигнала. Есть только два цвета. Красный и зелёный. Внутри красного и зелёного глаза такого светофора нарисованы человечки. Бывает так, что мы подошли к пешеходному переходу со светофором, а там всё время горит красный. Мы всё ждём, ждём, а он не переключается. Что же нам тогда делать, ребята? Посмотреть по сторонам и аккуратно перейти, когда не будет машины. На тех переходах, что расположены не на перекрёстках, очень часто устанавливают дополнительное оборудование, с помощью которого пешеходы сами переключают сигнал светофора с красного на зелёный. А это сделать легко и просто. Нужно только нажать на кнопку. И как только загорится зелёный сигнал светофора, можно начинать движение, предварительно всё-таки убедившись, что все машины остановились. Только тогда смело можно переходить дорогу. Ребята, на сегодня это всё. Мне пора прощаться. Желаю успеха в игре и безопасности в жизни. Итак, ребята, время заключительного конкурса на сегодня. Конкурс называется «Зелёно-красный». Сейчас объясню, почему. Красное – это неправильное. Соответственно, если я читаю фразу, и она неправильная, вы поднимаете какую карточку? Красное. Красное, если неправильное. Артём, а если фраза правильная, какую карточку вы поднимете? Зелёную. Зелёную. Будьте внимательны. Сколько очков дают? Вот. Главный вопрос. Сколько очков? За каждый правильный ответ – две фишки, плюс одна фишка тому, кто быстрее поднимет карточку. Так что на кону три фишки – максимальное количество. Итак, поехали. У светофора может быть и три сигнала, и два. Правильно. Правильно, правильно. Но Дашуля сообразила быстрее, поэтому ей три фишки, и три, а тебе две. Следующая фраза. Если долго горит красный, можно быстро перебежать дорогу, не глядя по сторонам. Правильно. Молодцы. Правильно. Опять Дашуля единственная была быстрее. Ну, девчонка шустрая попалась, Артём, тебе соперница, поэтому будь на чеку, пожалуйста. Третья фраза. Если нет машин, то можно перебегать проезжую часть в любом месте. Правильный ответ, ребят. Перебегать дорогу нельзя, а нужно переходить спокойно и держать руку взрослого. Я впервые поднял. Ты впервые поднял? Значит, ты получаешь три фишки. Молодец. Оп. У Даши две, и последняя фраза. Внимание, внимание, внимание. Последняя возможность заработать сегодня фишки. Если долго горит красный, можно нажать на кнопку и загорится зелёный сет. Я впервые. Правильно, ну потому что даже не дали мне дочитать. Одновременно. Мне тоже кажется, Даш, всё-таки одновременно. Три-три. Да, три-три. Не дали даже закончить мне свою речь, так сказать. Молодцы, ребята. Мгновенная реакция. Это значит, ребята, что вы очень внимательно слушали тётю Олю. Считайте. Считайте. Я смотрю, так не терпится. Конечно, считайте. Двадцать. Двадцать два. Да, я считала тоже. Итак, половина пути пройдена. Встречаемся завтра и продолжаем борьбу. Мы приближаемся всё ближе и ближе к финалу. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Спасибо.